Шао тоу, дорогие друзья, рошхо дештоу. И у нас сегодня новая недельная глава. Называется она Шафтим. Судьи. И здесь говорится о том, что нельзя брать мзду. То есть мзда ослепляет праведников. Искажает слова мудрых. Очень интересно мы разбираем разные ситуации. Вот есть ситуация с мудрецом, которого зовут Шмуэль. Он был судьей. И он шел через реку, через мост. И человек попросил ему помочь, чтобы он протянул руку и его вытащил. Он его вытащил. То есть человек ему рассказал, что он идет в суд, торопится. А раб Шмуэль был судьей. И он понял, что его сердце лежит уже на стороне этого человека. И он не может теперь быть судьей в суде. Хотя ему ничего, никаких взяток не давали. Он наоборот человеку помог. Но его сердце склонно уже к тому, чтобы благоволить к этому человеку. И он понял, что он не может быть судьей в данной ситуации. Другая ситуация. Рам Ишмаэль бен Ясе. Он был судьей тоже. И у него был сад. Человек арендовал у него сад. И по договору он ему каждую пятницу приносил фрукты. Этот человек выполнял договор свой. Все прекрасно. Смотрит. Другая ситуация. Человек приносит ему фрукты в четверг. Раб Ишмаэль бен Ясе спросил у него «Почему ты сегодня принес фрукты мне в четверг?» «Ой, вы извините, у меня сегодня судебное заседание и я должен присутствовать буду в пятницу на этом заседании, поэтому я принес фрукты сегодня». Раб Ишмаэль бен Ясе подумал «Так завтра же я буду судьей в этом суде». И получается теперь ситуация, что я обязан отказаться быть судьей в этом деле, потому что мое сердце склонно к этому человеку. Хотя казалось бы он отдал мне мои фрукты, это мой участок и ничего не случилось, никто мне взятку не давал, но так как сердце мое лежит на стороне этого человека я теперь не могу справедливо судить. И Раб Ишмаэль поменялся с другим судьей, потому что выхода не было. На следующий день, когда наступила пятница, он проходил мимо суда и он слышал, как человек, который у него арендует сад, дает показания в суде. и он начал про себя рассмышлять, он начал думать, что если бы он сказал эту фразу по-другому, то он бы выиграл в суд. И он понял, как отвратительно взятка. Насколько тяжело выстоять в этом деле, что казалось, даже в той ситуации, когда ты взяток не брал, все равно попадаешь в эту ловушку. И даже если тебе дают взятку, чтобы ты просто судил по законам Тора, не отступая ни в лема, ни в право, ты не можешь судить так. Потому что это все равно считается как взятка. Даже взятка за справедливый суд. Вот чтоб человек вынес справедливое решение по законам Тора, чтобы четко и что-то его за это даже спасибо скажут, лишний раз. В общем, он получается, судить будет несправедливо. Настолько это опасная вещь взятка. Равдессер говорит, мздоимец понесет одно из следующих наказаний. Он либо утратит ясность знания Торы и будет нечисто и обделять чистым, и наоборот, либо станет настолько беден, что ему придется просить подаяние, либо потеряет зрение. поэтому это очень опасная вещь делать что-то наперекор Торе. То есть человек сам может не понять, как он попадает в такую ситуацию. Как он получается не выдерживает взятку. То есть ему могут дать взятку даже вот не давая ничего, казалось бы, как мы видим на примерах наших мудрецов. То есть ничего ему не дали, а он уже не в состоянии выстоять. Он уже понимает, что надо поступить так. А тем более, когда человеку дают взятку, и как это в жизни происходит, и он, конечно, ищет все варианты, чтобы выиграл дело один человек, который дал взятку. Это вообще уже понятно здесь, что ситуация отвратительна. То есть мы должны для этого учить Тору, чтобы не попадать в такие ловушки. Они у нас на каждом углу, чтобы сердце не склонилось говорить неправду, там, где правда есть. Тогда наступит мир, и будет все хорошо. Все, а на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Павел бен Эфим, Самуил бен Герш, Хайм Малко бот Йосиф, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бот Клара, Шимон бен Исхак, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина Пер бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бот Софья, Двор бот Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Йосиф Дан бен Сара, Таня бот Фрида, Ида бот Рая, Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла, Мазл Парнаса Сгула, Ирина Батури, Агрона Ребен Ри, Загросший дух, Арон Ребен Двойра, Денис бен Ахум, Авигаль бот Сара, Парнаса и Брюк, Владимир бен Рая, Марина бот Рая, Борис бен Марина. Всего хорошего, Олегу Марченко, Еще раз всем Рошхо Дэштов, Шаву Атов, Хорошей недели, До следующих встреч, Надеюсь, Сознается завтра 15.30, Делитесь видео с друзьями, До следующих встреч, Шалом!